Смотрите прямо сейчас. Информационная программа Наши Новости. Добрый вечер. Информационная программа Наши Новости начинает свою работу в эфире в студии Елены Тарасовой. И Василий Морозов. Смотрите сегодня в выпуске. Нет деревянным сиденьям. В Алтайском крае запустили поезда нового поколения. Стоит ли ждать ласточки до Новосибирска? Поход за кладом. В Зминогорске придумали туристический маршрут по следам геологов и кладоискателей. Провалились, но взлетят ли? Алтай-Баскет из-за недостатка финансирования был вынужден вылететь в дивизион ниже. Сегодня в Алтайском крае запустили поезда нового поколения. По железной дороге региона теперь будут курсировать энергоэффективные вагоны, которые не только позволят более комфортно чувствовать себя пассажирам, но и экономить бюджет. Как будет развиваться железнодорожная система в крае и запустят ли долгожданные скоростные ласточки из Барнаула до Новосибирска, выяснял Илья Кочетков. Внимание, двери открываются. С главного перона Барнаульского железнодорожного вокзала готова отправиться сияющая новая краска электричка. Шесть вагонов комфорта, уверяют представители железной дороги. Поезд, следующий сегодня до станции «Красный боец», непростой, именной. Александр Денисенко, старший лейтенант милиции, кавалер Ордена Мужества, погиб смертью храбрых в 2006 году в Ингушетии. Сегодня на открытии присутствовала его мать. Запуск новых поездов приурочили к 120-летию Западно-Сибирской железной дороги. Хотя, по словам Александра Карлина, обновление подвижного состава становится традицией. Причем обновление не только количественное, но и качественное. Мы сейчас с Анатолием Абрамовичем прошли по новому поезду, побыли в кабине машинистов. И уже против того поезда, который мы запустили 14 месяцев тому назад, отмечаются заметные улучшения. Они касаются и вопросов безопасности, и вопросов комфорта пассажиров, и вопросов энергоэффективности. Те новинки, которые в нем применены, они дают возможность его быстрее купить. Новые поезда, а второй отправился сегодня до станции Артышта-2, благодаря особым технологиям, потребляют на четверть меньше электроэнергии, чем их предшественники. Губернатор отметил, что для администрации края выгодно поддерживать такие инновации хотя бы ради экономии. Только за текущий год из краевого бюджета на развитие жидоперевозок потратили больше 200 миллионов рублей. Что же касается самих поездов, то оба обошлись в сумму больше 500 миллионов. Здесь, похоже, кондиционер будет, особенно когда жарко. Это очень удобно для нас. Комфортно, очень удобно, красиво, чисто, светло и температура нормальная. И полки для багажа хорошие мне понравились. И сидения мягкие. Сидения мягкие. На этом обновление парка заверили нас в управлении железной дороги не завершится. Так что электрички с деревянными сидениями, возможно, скоро уйдут в историю. Не ушел бы в историю и другой проект «Скоростная ласточка» от Барнаула до Новосибирска. После запуска пилотной прошло уже два года, а быстрые электрички в Новосибирск так и не ходят. Впрочем, нас сегодня заверили, что работа в этом направлении ведется. Правда, назвать точные сроки регулярного возобновления маршрута затруднились. Илья Кочетков, Павел Лаурнин. Наши новости. Матч нашлась. Полицейские и сотрудники регионального следственного комитета установили личность женщины, которая бросила своего полуторагодовалого сына в подъезде многоэтажного дома Барнаула. Эта громкая история потрясла многих. Напомним, малыша обнаружили вечером 3 сентября жители одной из многоэтажек. Родители искали почти трое суток. Мальчика по фотографии узнала одна из пользователей соцсетей. Позже выяснилось, что его мать, 21-летняя жительница Троицкого района, свою старшую дочь, которой три года, она оставила бывшему мужу, а полуторагодовалого сына подбросила в подъезд случайного дома в Барнауле. А сама отправилась в Первомайский район жить со своим новым мужчиной. Стражем порядка подозреваемая заявила, что бросила ребенка, поскольку не было денег на его содержание. В настоящее время Троицким межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю инициировано проведение доследственной проверки в отношении органов профилактики, принесшихся недостаточные меры для профилактики совершения преступлений в отношении малолетнего. С сегодняшнего дня жители края могут получить открепительные удостоверения для голосования на выборах в Госдуму и Краевой Заксобрании 18 сентября. В этом году впервые документ дает возможность отдать свой голос тем, кто выехал за границу. Правда, касается это нововведения избирателей только двух округов, Славгородского и Барнаульского. Список государств, в которых можно проголосовать, тоже ограничен. Азербайджан, Монголия, Ирландия, Португалия, Китай и несколько других стран. Одна деталь. За пределами России можно будет проголосовать только за кандидатов в депутаты Госдумы. Тоже правила действуют и для тех, кто уезжает в другие регионы страны. Кроме того, открепительные нужно получить и тем, кто останется в крае, но покинет пределы своего избирательного округа. К примеру, если вы житель Славгорода, но в день выборов оказались в Бийске, то вы сможете выбирать кандидатов и в депутаты АКЗС, и в депутаты Госдумы. Правда, и здесь есть ограничения. Отдать голос можно будет только за тех, кто проходит по федеральным спискам, а не по одномандатным округам. На нашем участке зарегистрировано 2300 избирателей. Поэтому будем думать, что это незначительный процент, когда люди в этот день окажутся где-то в другом месте. Это может быть отпуск, это может быть исполнение служебных обязанностей. 9000 случаев заболевания ОРВИ зарегистрировали в Алтайском крае за последнюю неделю, и почти половина из них, 4000 в Барнауле. Об этом сегодня сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. При этом случаев заболевания гриппом не выявлено. Специалисты связывают всплеск ОРВИ с похолоданием. Однако отмечают, что эпидемический порог не превышен. Между тем, в Алтайском крае продолжается прививочная кампания против гриппа. Она началась 19 августа. В регион поступило почти 356 тысяч доз вакцины. Планируют привить 851 тысяч человек, что больше, чем годом ранее. Напомним, бесплатно вакцину получат 6-месячные дети, а также школьники, дошколята, учителя, врачи и медицинские сестры, студенты, работники коммунальной сферы и транспорта, а также лица, имеющие хронические заболевания, и пенсионеры. Специалисты отмечают, что привиться лучше сейчас, до начала подъема заболеваемости, поскольку иммунитет формируется две недели после прививки и сохраняется в течение 9 месяцев. Путь, буквально усыпанный драгоценностями, предлагают пройти алтайским туристам. В Збиногорском районе открыли новый маршрут. Это так называемый минералогический тур по крупнейшим месторождениям металлов и камней. Туристам предлагают спуститься в шахты и даже провести изыскание. Путешествие рискованное, но золото так и манит. Можно ли там найти небольшой самородок и что еще покоится под сводами старейших шахт, расскажет Екатерина Гаськова. Сберегающее заклинание – обязательный обряд перед непростым восхождением. Горы ошибок не прощают, постоянно повторяет экскурсовод. Но трепет здесь вызывает не только грозное величие природы, но и трудолюбие человека. Первая точка на карте минералогического маршрута – Черепановское месторождение серебра 18 века, где труд горняков служил самой государевой казни. С этих шахт можно было выйти в тайге за 5-7 километров, можно было выйти в Заминогорске. На камнях до сих пор видны следы окиси металлов – знак того, что серебро там есть и сейчас. Но блеск его скрыт от глаз, как и многое из этой подземной жизни. Там, внизу, говорит экскурсовод, настоящее царство мертвых, где покоятся тела горняков. В то время среди них было немало колодников, так что погибших никто и не считал. Чувствуете, холод идет, да? То есть там очень холодно, нужно будет одеваться. Могильный холод Свердловской шахты, ее глубина 62 метра, туристов не останавливает. Спуститься можно только на верхний уровень, говорить при этом лучше шепотом. Очень страшно, масштабы завораживают. Здесь очень сыро, можно подскользнуться. Вот представьте, 62 метра лететь, поэтому лучше туда спускаться не будем. Иногда риск все-таки вознаграждается. По рассказам гида, были случаи, когда в прихваченных с собой камнях туристы находили и два различимые крупицы драгоценных металлов. Страшно и красиво. Страшно красиво, так сказать. Даже спустился ты на эти 10 метров вниз по шахте, и уже голова начинает кружиться. Маршрут по крупнейшим месторождениям корректируется по желанию туристов. Чаще всего они просятся на Колыванское озеро с его россыпью горного хрусталя. И, конечно, если найдется вездеходная машина, на гору Ревнюху, кладезь зеленой яшмы, из которой изготовлена знаменитая царица вас. Если мы на камни приезжаем, у нас время останавливается просто, и 3-4 часа, как 20 минут у нас проходит. Кто-то ищет, кто-то пас, находит, говорит, во, братцы, все. Это как рыбалка, это все, сам процесс интересен, понимаете. Одна из интереснейших точек минералогического маршрута – это, конечно же, лазурское месторождение. Обычно, когда туристы останавливаются возле этого камня, они непременно думают, что его облили краской. Но на самом деле это следы лазурита, он голубого цвета, и малахита, он цвета зеленого. Даже если зачерпнуть обычную пригоршню, то можно в них легко заметить следы этих поделочных камней. Сходить по камне здесь можно вплоть до первых холодов. Главное – не брать у природы истории больше, чем нужно. И оставить земле часть ее тайной легенд. Ведь они так привлекают туристов. Екатерина Гаськова, Александр Антропов. Наши новости. Между тем, в Змеиногорске можно встретить и неприятные находки. Ветеринарная служба проверит, опасны ли туши свиней, выброшенные на городскую свалку. Накануне фотографии с мертвыми животными опубликовали в соцсетях местные жители. Со слов очевидцев, на свалке лежали трупы четырех свиней. В местной газете сообщили, что впоследствии туши животных кто-то облил бензином и поджег. Кстати, в городской администрации заявили, что при недавнем выезде на полигон останки никто не обнаружил. В любом случае, говорят местные власти, к работе уже подключилась ветеринарная служба, чтобы исключить риск распространения болезней. Нерадивых хозяев скота сейчас ищут. Природоохранная прокуратура выписала штраф Барнаульскому водоканалу за неприятный запах на улицах краевой столицы. Жалобами в надзорные органы обращались барнаульцы из разных районов города. Как возможная причина называлось соседство жилой застройки с очистными сооружениями и иловыми полями, где складируют отходы. Природоохранная прокуратура отреагировала на жалобы жителей и провела совместно с Роспотребнадзором замеры в пробах воздуха. Согласно заключениям экспертов, предельно допустимая концентрация сероводорода превышена в них почти в пять раз. По результатам проверки, барнаульский водоканал привлечен к административной ответственности и наказан штрафом в размере 10 тысяч рублей. Данный запах не только неприятен для ощущения граждан, но и может негативно отразиться на состоянии их здоровья. Нарушения аналогичного плана выявлялись и в предыдущее время, то есть в 2015 году. В настоящее время сейчас учитывается контроль, устраняется нарушение данным юридическим лицом. В Рубцовск приехала уникальная выставка. Ее экспонаты, персонажи известных советских и российских кинолент и мультфильмов. Точнее их куклы. Можно ли точно передать образы Фроси Бурлаковой в исполнении Екатерины Савиновой или Остапа Бендера в нашем сюжете? Эта экспозиция собрана из фондов Государственного художественного музея Алтайского края и посвящена Году кино в России. На выставке представлено 50 кукол. В экспозиции герои фильмов и мультфильмов Товарищ Сухов, Марфушечка Душечка, Рося Бурлакова, Мэри Поппинс, Д'Артаньяна, Стап Бендер и, конечно, герои знакомых нам с детства мультфильмов Ежик в тумане, Котенок по имени Гав, Винни-Пух и многие-многие другие. Впрочем, посетители легко определят многих героев. Ведь авторы работ приложили немало мастерства, чтобы передать в них человеческие эмоции и черты характера прототипа. Школьники уже успели посетить выставку и оценить ее экспонаты. Выставка понравилась. Очень реалистичные куклы я таких вообще никогда не видел. Особенно понравилось, что тут есть куклы из некоторых советских фильмов, например, «12 студиев» и «Приходите завтра». Мне очень понравилась выставка. Она очень вдохновляет на творение. Я вот тоже творческий человек, поэтому мне эта выставка по душе. Мне очень понравились игрушки из шерсти. Они такие живые, теплые воспоминания из детства. Это очень приятно смотреть на них. Художественная кукла – одно из самых позитивных направлений современного искусства. Оно объединяет людей разных возрастов и поколений. Галина Плушникова, Геннадий Лапзин. Наши новости. Протянули резину. Для «Алте-баскета» поздний старт подготовки к сезону был вынужденной мерой. Буквально в последний момент команда запрыгнула на подножку уходящего поезда. Барнаульцы, возможно, сыграют в третьей суперлиге. Это на одну ступень ниже, чем в прошлом году. Причина смены обстановки финансовая. Убедить чиновников российской баскетбольной лиги, что клуб живее всех живых, удалось, что называется, на флажке. Деньги на первый взнос все же нашлись. Это пока. Бюджет клуба должен быть почти 30 миллионов. Сейчас не хватает около 10. Ищут. Подключились краевые власти. Не дождавшись определенности, команду покинула большая часть игроков. Все устраивало. И условия, и команда, и цель, и задача. Все было интересно. Тот город сюда хочет возвращаться, в Барнаул, играть там. Но как-то не сложилось. Я ждал до последнего предложения Барнаула, но диалога не было. Поэтому я решил остаться дома. Кто-то закрепился в клубах уровнем выше. Кто-то и вовсе будет играть в том же дивизионе, что и Алтайбаскет. Тот же Трушников наденет цвета Екатеринбургского Урала. У руля, как и прежде, остался Михаил Терехов. Пока контракт с ним не подписан, но стороны обещают закрепить отношения на бумаге в ближайшее время. На выжженной земле главному тренеру пришлось изыскивать резервы. И они нашлись в лице местных воспитанников. Остался Андрей Лысенков, основной разыгрывающий. Остался Женя Горев. В принципе, все. Остался молодой Сережа Перегудов, который растет. И это не может не радовать. Остальные люди в основном все новые. Вернулся из аренды Клим Мускулис, который сильно прибавил в этом году в аренде. Тоже впечатляет меня. Ставка на местных словно схема футбольного Динамо. Правда, в Алтайбаскете все же нашлось место иногородним. Например, титулованному Сергею Болотских. Новосибирск, чемодан, вокзал, спорткомплекс «Победа». Очевидно, Сергей станет главной ударной силой нового созыва. Позвал главный тренер, позвал меня, предложил хорошие условия. Играть много. Хочу играть много, потому что в последние сезоны высиживался. Прям вот ненавижу сидеть. А здесь много игрового времени предложили. И я только счастлив, рад. Шанс для Алтайбаскета сыграть не в третьей по силе лиги, а во второй, как в прошлом году еще есть. Либо один из представителей Суперлиги 2 добровольно отказывается от участия в ней, либо находится еще одна команда с желанием там играть. Тогда барнаульцев могут пригласить для равного числа участников. Устроят оба варианта. Пока же на горизонте третий дивизион. Задача на сезон, уверяет Михаил Терехов, золотые медали. Достаточно оптимистично парируют болельщики. В деле баскетовцы готовы будут показать себя в конце сентября в Новосибирске в борьбе за Кубок Сибири и Дальнего Востока. Максимальная концентрация. Полная самоздача. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости. А на этом наш выпуск завершен. Телефон редакции в Барнауле 722-440. Хорошего вечера. До встречи в эфире.